Новости нашего города на телеканале Котлас 24. Здравствуйте! В студии Алена Орлова. Смотрите выпуски. Дороги в Котласе станут лучше. Дорожный фон значительно пополнился после корректировок городского бюджета на 2024 год. Алло, мы ищем таланты. Телеканал Котлас 24 объявляет творческий кастинг. Чуть не сжег гараж из-за лжесообщения. Несостоявшийся террорист получил реальный срок. Аккуратней на поворотах. Зимний дрифт собрал всех неравнодушных к экстриму. 15 февраля день вывода советских войск из Афганистана. Эта война длилась без малого 10 лет. Сражение кончается, но остается история и память поколений. Сегодня в поселке Вычигодске торжественно открыли две мемориальные доски землекам героическим погибшим в Афганистане. День памяти. 35 лет прошло с вывода советских войск. Вспоминаем, как говорится, заслуживцев, погибших. И встречаемся с ребятами, которые живут в нашем поселке, служили в Афганистане. Вот цветы положили мемориальным доскам. Мы вспоминали ребят, которые служили в Афгане, когда была война в Афганистане, которая унесла многие жизни наших ребят. Но мы с честью, ребята с честью выполнили интернациональный долг. Они сражались за родину. И сейчас, сегодня мы пришли сюда, чтобы почествовать наших героев и чтобы вспомнить, что 35 лет назад наши войска были выведены из Афганистана. Ребята сражались геройски. Наши всегда, россияне, не сдаются. Мы, наверное, самые славные воины. Две мемориальные доски воинам-афганцам установлены в поселке Железнодорожников. Одна на стене школы номер 4 имени Гагарина. Она увековечивает память Валерия Мурашкина, который принимал участие в 11 боевых операциях. 23 июля 1984 года во время операции обнаружил и обезвредил 14 противотанковых мин противника. В перестрелке с мятежниками получил тяжелое пулевое ранение. Умер на руках у товарищей. С Мурашкиным мы одноклассники. У нас было обычное детство. Играли. Никто и не знал, что попадет туда. Но вот с течения обстоятельств попали в разное время и в разные подразделения, в разные стороны. Вторая мемориальная доска установлена Александру Андрианову. На здании дома номер 5 по улице 8 марта, где жил воин-афганец. В Афганистане участвовал в 9 боевых операциях. В неравном бою, пытаясь спасти своего подчиненного, Александр бросился вперед и отвлек внимание противника на себя. Сам был смертельно ранен. Он приезжал всегда в отпуск. Мы жили вместе. На Шанхае он к нам приезжал. И как бы всегда занимался каратэ, всегда спортом занимался. У нас бывает дом даже дрожал, как он этот. Мы очень его любили. У меня дочка маленькая была. Всегда письма ему писали. Общались очень тесно. Был такой светлый, хороший человек. И сыночка у него, этот, Женя, на него вообще похож. В региональном совете ветеранов Сульвычегодского узла сегодня для тех, кто был в Афганистане, прошло торжественное мероприятие. В память о той войне дошкольники и школьники читали стихи. Пели песни. Прямо все все дуло, покрывая. Падало, чтобы молодость жила. Страшная, низкая, злая. Вот какая молодость была. Полтора месяца в Котласе шел сбор средств на дрон, необходимый участникам СВО. Наконец-то разведтехнику удалось приобрести. Львиную долю средств собрали котлашане. А недостающий 50 тысяч рублей добавил автосалон «Дженсер». Сбор средств на дрон объявили родители 28-летнего котлашанина, который находится на СВО. Евгений был мобилизован полтора года назад. В Донецке он выучился на управление беспилотниками и теперь с их помощью ведет разведку местности. С утра он уходит летать, как называют, работа. Потом приходит домой, свой этот домик, в яму, как называется, называют дом. Мы, говорит, сейчас дома. А работа с утра, с 8 часов, сразу начинает, с 8 до вечера. Бывает ночью. Вот не было напарника, вообще круглые сутки. Час-два поспал и опять летать. Разведтехника работает почти беспрерывно и часто выходит из строя. Поэтому боец через родителей обратился за помощью к жителям нашего города. Для разведки местности, а также корректировки огня артиллерии в ночное время суток мы нуждаемся в «Мавике 3Д». Спасибо вам большое за поддержку. Победа будет за нами, враг будет разбит. Это был уже второй сбор на дрон. Первый с помощью волонтерского движения Светланы Вишняковой закрыли довольно быстро. А в этот раз переводы от неравнодушных горожан поступали с переменным успехом. Тем не менее, десятки человек оказали посильную помощь. Кто сотни рублей, а кто тысячами. И за это семья Котловского бойца говорит каждому огромное спасибо. За полтора месяца было собрано более 200 тысяч рублей. На дрон «Мавик-3» не хватало еще 50-ти. Их добавила компания «Дженсор». Мы же уже не первый раз занимаемся помощью. То есть мы участвовали в отправке пяти автомобилей. И когда к нам обратились за помощью, в этот раз, что там в принципе у людей уже часть собрана. То есть мы видим активность людей, это тоже для нас важно. Мы видим, что передача идет адресно, то есть Котловскому нашему мобилизованному. Ну и конкретно в руки. Поэтому мы сразу же приняли решение помочь. Потому что там немножко сбор забуксовал у людей. Компания «Дженсор» не только добавила недостающую сумму, но и заказала дрон. Сегодня он был передан родителям Котловского бойца. Также автосалон передал для участников СВО 300 зубных щеток. Чтобы помощь быстрее дошла на фронт, родители Котловского бойца повезут ее сами. Заодно и сына повидают. Ведь Евгений еще ни разу не был в отпуске. Не был он в отпуске. Вот уже 17 месяцев. Конечно, хотим, скорее бы все это закончилось. И наши детки пришли бы домой. К другим темам. 2 миллиона 700 тысяч рублей по решению городских депутатов будут дополнительно направлены на ремонт дорог. Это еще одна из корректировок городского бюджета на 2024 год, которую народные избранники утвердили на минувшей сессии. Таким образом, Дорожный фонд на этот год составит более 57 миллионов рублей. На минувшей сессии в рамках корректировок бюджета большинством голосов депутаты поддержали проект решения городской администрации, где речь шла об увеличении Дорожного фонда на 2 миллиона 700 тысяч рублей. Таким образом, в 2024 году на асфальтирование дорог будет направлено уже 57 миллионов 700 тысяч рублей. В участке по улице Ленина мы будем делать от проспекта Мира до Котловского сервиса. Мы будем делать проспект Мира от улицы Мелентьева до улицы Достоевского. Будем делать два тротуара в Очуботском, улица Ульянова, а также Лиминское шоссе. Что касается ямочного ремонта, более 6,5 миллионов рублей будет направлено службе благоустройства на приобретение 512 тонн асфальтобетонной смеси и холодного пластика для дорожной разметки. В мае будет создана комиссия по обследованию дорожного полотна. Тогда и будет определено, каким дорогам нужен ямочный ремонт. Накануне Международного дня книгодарения в России стартовала весьма всероссийская акция «Дарите книги с любовью». Традиционно в акции принимают участие и Котловские библиотеки. Главная идея акции, по словам заведующей детской библиотекой Елизаветы Ганабиной, это вдохновить людей дарить друг другу книги. Показать, что бумажная книга не теряет своей ценности и актуальности в современном мире. Также в рамках этой акции на площадках библиотек традиционно мы организуем благотворительный сбор книг, которые потом будут включены в наш библиотечный фонд и будут радовать наших читателей. Библиотеки принимают книги весь февраль. Главные условия – они должны быть в хорошем состоянии и последних лет издания. Такие акции в Котловске всегда проходят с большим успехом. Активные ее участники – дети. Они часто приносят книги, которые уже стали их любимыми, и они хотят, чтобы другие читатели тоже познакомились с ними. Мы можем сказать, что сейчас у нас уже есть первые результаты. Сейчас принесли уже порядка 20 книг. Но по опыту прошлых лет у нас бывало, что приносили по итогу больше 100 книг. Среди книг, которые пополнят библиотечный фонд детской библиотеки – азбуки, детские энциклопедии, сказки, книги популярной писательницы, Холли Веб. Пополняется библиотечный фонд и взрослой библиотеки. Читатели сюда тоже приносят свои книги. Читатели идут, несут свои любимые книги, делятся своими любимыми изданиями с библиотекой. В частности, вы можете увидеть, что к нам несут книги как русскую классику для школьников. Это всегда актуально и востребовано, книги по классике, по школьной программе. Также несут книги детективного жанра, фэнтези, мемуарную литературу. Эти книги у нас всегда востребованы. Во взрослой библиотеке активным участникам акции предусмотрены небольшие подарки – блокноты и закладки. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после которой продолжим. Не переключайтесь. Ева. Искушение быть модной. Теперь по новому адресу. Котлас, проспект Мира, 31-Б. Доступный ответ про студии «Гриппу» по специальным сниженным ценам в аптеках «Фармация». Продолжаем программу. Хотите попасть в телевизор, быть в центре внимания и быть в курсе всех городских новостей? Приходите к нам в команду. Телеканал «Котлас-24» ищет таланты. Нам нужны активные творческие люди, владеющие словом. Готовые работать в бешеном темпе режима многозадачности. Задавать много вопросов и получать на них ответы. Умение писать, говорить на камеру и креативность приветствуются. Но если навыков маловато, но есть огромное желание попасть в телевизор, приходите, всему научим. Коллекцию впечатлений обещают организаторы большого семейного праздника «Всей семьей на зимний пикник». Он пройдет в воскресенье 18 февраля в городском парке в рамках российского проекта «Всей семьей». В этот день на территории городского парка будут работать многочисленные площадки. На одной из них пройдет конкурс «Русский снеговик», организатором которым традиционно выступает рекламно-информационное агентство «Евроэкшн». «Евроэкшн» уже не первый год проводит конкурс «Русский снеговик». По словам генерального директора агентства Григория Альдебенева, в этом году конкурс будет еще интереснее. Очень много команд, которые у нас традиционно участвуют. Это примерно 20 команд у нас будет в этом году, по 3-7 человек. Соответственно, будет очень-очень много людей. Состав этих команд всегда разный. Это и друзья, и со двора соседей, и коллеги по работе, и, конечно, семейные команды, когда папа, мама, я, спортивная семья, еще когда друзья вместе собираются. И, конечно же, детские сады и школы тоже классами собираются. Поэтому всегда весело и здорово. Мы ждем очень хороших впечатлений от него. Очень давно не радовались. Оценивать снеговиков будет жюри. В его состав войдут люди разных профессий. Это как и наши коллеги-коммерсанты, которые участвуют в создании этого конкурса. Отвечая за эмоциональную оценку, то есть увидел, понравилось, не понравилось. У нас будет художник. У нас, скорее всего, будет кто-то из совета отцов. Ну и мы ждем еще членов жюри, если кто-то заявится и захочет участвовать в конкурсе, с удовольствием возьмем. Призовой фонд от спонсоров уже есть. Организаторы обещают, что каждая команда обязательно получит приз за свое творчество. Криминальным темам за лжесообщение о взрыве гаража от 57-летнего мужчины получил уголовный срок. Подробности в сфотках прокуратуры. В ноябре прошлого года, перебрав с алкоголем, 57-летний мужчина позвонил на единый номер для вызова экстренных служб и сообщил, что взорвет и подожжет гараж, расположенный в поселке Вычегодский. Оперативники быстро установили личность лжетеррориста и недавно он был осужден. Приговором Котловского городского суда 57-летний житель поселка Вычегодский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, заведомо ложное сообщение о готовящейся взрыве, поджоге и иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинение значительного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений. Осужденному назначены наказания в виде одного года ограничения свободы. Зимний дрифт уже полюбился Котлашанам, а трасса на озере карьер гонщикам из разных регионов. Накануне в Котласе прошли очередные соревнования Котловской дрифт-серии. В соревнованиях приняли участие 32 экипажа из Архангельской, Кировской, Вологодской областей и Республики Коми. В первый день соревнований водители проходили трассу в управляемом заносе, во второй – в парных заездах. В этот раз весь питье стал почета заняли гонщики из Республики Коми, что стало настоящим триумфом для этого региона. А абсолютным победителем стал Андрей Беляков. Он и забрал главный приз – профессиональный подкатной домкрат, который необходим каждому дрифтеру. Финальный и заключительный этап Котлаш-дрифт-серии в этом году пройдет 24-25 февраля. Тогда и определится чемпион сезона 2024 года. Это вся информация на сегодня. Новости нашего города всегда доступны на сайте kotlas24.ru, а также в одноименной группе ВКонтакте. Далее реклама и прогноз погоды. Не переключайтесь. Котлас. Встречай! Свежий лоб прямо с Камчатки! Чабыча, красная икра, белорыбеца – все от производителя. С 12 по 17 февраля. Торговый дом «Витязь». В среду 14 февраля в Котласе будет ясная погода, осадки не ожидаются. Температура воздуха в дневные часы до 30 градусов ниже 0, в ночные часы до минус 33. Ветер северный, северо-восточный – 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление выше нормы. Ветер северный, 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 север